Значит, мы тут совершенно случайно начали записывать интервью, и Серёга говорит, ну что, представляю, а я такой, а-а-а-а, и я понимаю, что лучше тебя никто не представит, а у тебя реально такая подводка классная в подкастах, и я тогда, думаю, Серёга... Давайте есть тоже, как назвать, в принципе, она у себя интервью лучше возьмет, чем... Скажи мне название, я представлю. Название, как назвать? Добрый день, вы разговариваете с кем? На каком шоу? Шоу? Видишь, у меня даже шоу названия нет. Разговаривайте с Таисией Кудашкиным, Дмитрием Юрченко и... Фамилия, не знаю... Серёгой Капустин. Серёгой Капустиным. Вы смотрите шоу Сергея Капустина, как называется, не знаю. Шоу вас. Таисия Кудашкина. Мы как раз сегодня обсуждали с Катей твою историю. Тая переехала недавно в Сочи. У Тая онлайн-школа. Как это? Образовательная платформа. Бизнес, ну, онлайн-бизнес. Онлайн-бизнес. Для меня ты первая такая медийная личность, у которой медиапроект, веб-сарафан. Прикольный. Я реально вот в Москву, когда езжу, я в самолёте включаю, подкасты слушаю. Спасибо, мне очень приятно. Потом, я по Москве вообще тоже когда ходил в метро, вот в Сочи как-то не получается, а в Москве постоянно ехать. Когда уши свободные, тогда там веб-сарафан, да. У тебя сколько? 60 тысяч уже человек в Фейсбуке, в группах? Ну, вообще, если общий охват считать, то 60 тысяч в группе на Фейсбуке, у меня 50 тысяч e-mail'ов, ну, как бы, в базе. И там ещё у моего личного профиля почти 30 тысяч. То есть там 5 тысяч друзей и там больше 20 тысяч подписчиков. Сколько цифры бизнеса? Ну, сейчас мы делаем там средний миллион 200-полтора оборота в месяц. Миллион 200-полтора, ну да, где-то так скачем вот эту историю. А что за продукт? Мы продаём различного рода образовательные продукты в разных форматах. То есть есть бесплатные вот типа подкасты, про которые Дима сказал, но это, по сути, ледогенератор, через который мы сваливаем, пылесос это мы называем. Есть саммиты, саммиты это тоже пылесос, потому что он бесплатный, но при этом... Саммиты это конференции? Саммиты это конференции, но у них такой немножко интересный тоже формат. То есть это вебинар, потому что большая часть людей в онлайне, но при этом он проводится в оффлайне. Ну, это хорошее такое постановочное шоу, потому что когда мы начали делать платные вебинары, я понимаю, что я не могу отвечать за там спикера, который сидит перед холодильником, у него плохая связь, понимаешь? Поэтому мы как бы начали делать вебинары только в оффлайне, где я ответственна за свет, за связь, за всё остальное. Ну и в конце концов это так эволюционировало в шоу прям такое натуральное, где там я в красивом платье, как бы где есть ведущий, где мы там представляем спикеров, бла-бла-бла, то есть вот так это всё сделано. Саммит платный? Он бесплатный, поэтому мы собираем, то есть это как пылесос, да, опять же, там 8-10 тысяч регистраций, но при этом продаются записи, ну как бы, да, записи. На саммит идёт какой-то литген, то есть трафик покупается или просто... Всякая разность, то есть у нас там три источника, то есть если про подробности или мы про результаты... А мы и так и так пойдём. Там три источника трафика, первый это органический трафик собственный, да, то есть у нас есть рассылка группы, паблики, инстаграм, вот эта вся история, как бы она вся подключается. Второй, а примерно третий это партнёрский трафик, когда мы обмениваемся там с, не знаю, с текстерой, как бы с нетологией, ну во всех этих рассылках, как бы мы делаем кросспрома. И третий, да, это таргетинг, но как бы таргетинг на самом деле, это совсем последняя история, мы совсем не очень даже давно её начали подключать, как бы изначально мы вообще работали чисто на органике. Окей, ну то есть саммиты бесплатные и потом... Это пример того... Запись продаётся, да? Да, это пример того бизнеса, который многие мечтают сначала, то есть многие в онлайн-образовании сначала делают трафик, а потом думают, блин, как же сделать так, чтобы бесплатно, что-то трафик нового окупается. А у Тая, наоборот, она научилась генерить трафик, у тебя в среднем там тысяч по десять. У меня была жёсткая проблема с тем, что у меня дохерища, до сих пор это проблема, дохерища трафика, который я не умею нормально конвертировать. Ну то есть когда я разговариваю со своими менторами, например, они говорят, блин, у тебя столько трафика, если бы я типа был на твоём месте, у меня было бы уже пять миллионов, ну как бы, да? Но что-то, и может быть это правильно, мне как бы, ну до сих пор останавливают, потому что я как бы не юзаю этот трафик очень сильно. То есть саммит бесплатный и потом дальше как... Люди покупают записи, то есть на саммите предполагают. Какие записи стоят? Записи там с повышением цены, естественно, то есть где-то 100-150 человек покупают записи ещё тогда, когда даже ни одного спикера неизвестно. А ещё прикольно, да, у Тая настолько лояльная аудитория, что чуваки, хотите, покупаете сейчас, стоит условно там 900 рублей. 999 рублей, самая первая цена. 999 рублей, я ещё не знаю, кто там будет выступать, я знаю, что там будет классно, прикольно, и как вы знаете, я всегда отбираю лучших спикеров. 100 билетов мы обычно имеем на этом периоде, когда вообще просто на таймпаде делаем практически пустую страницу. Сразу 100 тысяч рублей просто, потому что люди... Ну вот это да, это за счёт того, что люди знают меня как личный бренд, плюс у Псарафана уже есть какая-то аудитория и репутация. Ну и потом самая большая цена 3999 это уже на саммите. То есть, как бы мы, когда делаем трансляцию, люди говорят, они шарят, как бы, да, и когда человек приходит во время трансляции, уже мы им говорим, чувак, ты пропустил вчерашний день, ты можешь купить записи, как бы, да, ну вот это стоит 3999 сейчас. Ну понятно. Сколько таких саммитов за месяц? Каждый месяц один. Мы сейчас на сегодняшний день сделали их 16, то есть уже больше полтора. То есть один саммит даёт монетизацию на миллион 200-полтора? Ну нет, сейчас уже остальные продукты тоже подключили. Саммит это где-то 800 тысяч, миллион, вот так он нам приносит, и сейчас мы стали делать клуб, это уже следующий продукт линейки воронки продаж, когда на саммите мы людям говорим о том, что вот вам понравилось, мы такие клёвые, да, вы хотите с нами быть дальше, вы можете с нами как бы быть в клубе. Клуб это моя большая платформа, по сути с рекурентными платежами. Ну это моя мечта, мечта любого инфобизнесмена, да, но пока она только-только вот запустилась, мы даем... Она у всех только-только запускает. Ну да, я думаю, что как-нибудь очень сильный мы пробьём эту дыру, но как бы, ну вот в Америке же они работают нормально, эти платформы, понимаешь? Ну да, психология, да. Нет, не психология, я думаю, что есть вполне себе определённые и понятные методы работы с комьюнити, как бы и веб-сарафан, это чуть ли там, не знаю, чуть ли не единственный на этом рынке, который умеет работать с комьюнити. Ну то есть наша группа, например, которая на фейсбуке на 60 тысяч человек, она говорит о том, что мы умеем с ней работать. Там постоянно постят, что-то спрашивают. Так, а вот сколько людей сейчас вот в этом комьюнити, которые рекурентами платят? Сейчас 150 человек, но у меня в планах стоит, что мы к осенью уже сделаем 500 там. Ну то есть как бы мы ещё даже не делали нормальный промо. 3000 рублей не платят в месяц. Как в месяц? Да. Прилично. А вы там мастер-майн как-то делаете? Слушайте, это отдельная история, если вы хотите, я расскажу про эту историю с этим маншимом. У тебя есть две части, получается? Да, да, ну потому что там изначально мы делали мастер-майн, вот фул мастер-майн, как вот как в Америке, я сама участвовала в таких, если про мою личную историю, я жила в Калифорнии просто 5 лет, поэтому как бы я понимаю, как там всё это сделано. Я там участвовала лично в мастер-майндах и знаю, как они работали. Мы пытались сделать такие у нас здесь в Рунете, вход туда стоил 20 тысяч рублей, как бы да, и 3 или 4 месяца мы ввели, там был очень классный черный рейд, то есть там из 10 человек на 4 месяца остались там 8. Ну то есть очень-очень классный, как бы, ну лояльность и всё такое, ну это жёсткая вообще энергия-дрейнер, то есть это из меня вытаскивало столько энергии, потому что когда ты так близко работаешь с этой группой, ты им психотерапевт. Ну то есть как бы они не решают свои бизнес-проблемы с тобой, они в основном решают там свои затыки какие-то, блин, личные внутренние установки, ты должен, ну для того, чтобы человека сдвинуть вот так вот как бы, ты должен вот именно как психотерапевт, бизнес какой-то, коуч с ними работать, даже вот так. Ну может быть я не умею абстрагироваться, как бы в такой маленькой группе людей, там, жёстко работать по регламенту, как бы, да, но я не смогла, потому что это не масштабируется для меня сейчас. То есть они приходят на моё имя, я могу сколько таких групп вести, 3 в месяц, ну как бы, если так смотреть, то там 300 тысяч в месяц это нормально, можно было вообще ничего не делать, ни корячить, никакой фиксерафан, вообще не иметь никакой команды, блин, брать 3 группы мастер-майн в месяц и жить как кукарек, это всё. Ну просто мне не нравится такая история, я хочу масштаба, ну как бы, поэтому этот проект не масштабировался, и мы перевели его в такой чуть более мелкий, то есть как бы Момбершип, вот этот клуб, это та же самая история, как мастер-майн, только она, ну в меньших масштабах, меня там меньше на каждого человека, ну как бы, да, поэтому он стоит не двадцатку, а три тысячи рублей. Я появляюсь там два раза в месяц на двух вебинарах, лично. Да, да. Плюс ещё даём мы два вебинара экспертов по запросам, то есть у нас в группе человек говорит, я не знаю, что делать там, не знаю, вот у нас был вебинар по контекстной рекламе, не знаю, как настроить контекстную рекламу. Ну, учитывая то, что мы уже полтора года на рынке делаем вот эти конференции, саммиты, у меня просто такой ролладекс, что я просто прихожу, говорю, чувак, давай сделаем саммит, давай сделаешь нам вебинар для клуба, он говорит, да пожалуйста. Ну и, соответственно, как бы для меня эти вебинары вообще никакой сложности не представляют для них устраивать, как бы, и вот очень мне нравится. Я надеюсь, что мы как бы дальше расскажем. А сколько на среднем живёт клиент? Сейчас третий месяц, только это истории. Третий месяц. Первый месяц у нас было там 25 человек буквально, то есть я даже не могу тебе сказать эти цифры, нормально. И плюс ещё мы очень хочу я перенести эту историю с Фейсбука на платформу, ну, то есть как бы я хочу, чтобы это было, ну, моё пространство. Понятно, что Фейсбук это не моё пространство, ну, как бы я его арендую, они захотят закрутить мою группу, и я как бы всем помашу руками. У меня уже есть один такой ресурс, группа, которая не моя по факту, поэтому я хочу вытащить клуб на свой сайт. Ну, как бы, и сейчас разработчики, то есть это тоже денег дофигища, потому что пока всё это сделаешь. Эти дурацкие рекуррентные платежи, господи, мы их полгода пили, честное слово. Я не знаю, может кто-то умеет лучше работать с разработчиками. На гид-курсе уже есть. На гид-курсе есть? Ну, да, как бы, но мне же не нужен гид-курс, у меня всё-таки своя платформа, но, как бы, я для себя всё это делаю. У меня там есть мысли по поводу того, что, может быть, когда-нибудь вырасту и продам эту историю, как бы, понимаешь? Я хочу всё, ну, вот, сегрегировать у себя на сайте, в том числе и комьюнити. Давай поговорим про твою вовлечённость в бизнес. То есть, сколько времени сейчас отнимает бизнес, и, ну, какие действия надо делать, чтобы поддерживать этот, там, миллион двести... Расскажи про лайфстайл, ты просыпаешься в пять часов до сих пор. Я сейчас в 4.30 даже начала рассматривать, потому что тут в Сочи в 4.30 уже светло. Ну, то есть, как бы, тут невероятно круто с утра, тут птицы, квакают лягушки, просто ты такой, в Сочи, такой, ааааа, просто я не могу спать, когда такое происходит. Да, я в Сочи приехала три месяца назад? Четвёртого февраля, ну да, получается, три месяца назад. Из Питера. Да, и приехала, и теперь такая, думаю, боже, почему я не приехала раньше? Ну, почему я не приехала раньше, что я четыре с полной года провела в Питере, зачем? А до этого ты где жила? В Калифорнии, в Германии, я жила два года в Мюнхене, пять лет вот там в Сан-Франциско, в Сильканвале, короче, там по долине есть, а вообще я из Сибири, из Омска. Так вот, всё-таки, вот сколько нужно времени, чтобы поддерживать твой бизнес на плаву? Слушай, ты знаешь, когда мне... Ты работаешь с утра до вечера? Нет, я не работаю с утра до вечера вообще, потому что у меня двое детей, нет партнёра, соответственно, как бы, ну, понятно, что мои дети ходят в альдорфскую школу, я почему говорю в альдорфскую, потому что там, там, невероятное количество вовлечений от родителей требуется, ну, то есть, как бы, мы там с ними делаем спектакль, и сжём кукол, всякого фигнёща. Так и должно быть, как бы, ну, я просто говорю про вовлечения. Плюс у меня они ходят на робототехнику, в бассейн, в художественную школу, мне классно. Ну, ходят, значит, ты их водишь. Это значит, я работаю водителем, после часа дня я просто вообще ничего не делаю, я работаю водителем. То есть, ты мама двоих детей, которая создала бизнес. Ну, да, да. И живёт в Сочи. То есть, просыпаешься ты в 4.30, бегаешь, либо начинаешь фрирайтить. Ну, полтора часа я делаю то, что называется прайминг или пауэрауэр, или там, как это по-русски, час силы это называется, да, как бы, там, ну, что мне, благодарности, дыхание. Сейчас я начала делать око-возрождение, может быть, ты знаешь, что такое, ну, там, раньше делала просто медитацию. Расскажешь, чтобы мы теперь понимали. Ну, есть просто такая практика, называется око-возрождение. Найдите там в интернете полно-полно видосов на эту тему и книжку. Там 5 упражнений, которые, там, 5 можно делать, можно не делать, но, в общем, они занимают, там, 12-15 минут. Это то же самое, что тибетские режимы, да, 5 тибетских режимов. Да, 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 ну, всё. На самом деле, как бы, не знаю, верю я или не верю в то, что они там утверждают, что, типа, ты молодеешь, каждый год год идешь. Я не знаю, ну, как практика на утро, она нормально работает. Ну, то есть, как бы, там есть какая-то из йоги, типа, вот эта собака головой вниз. Ну, короче, нормальная практика, да, всё. Как бы, соответственно, вот, час я занимаюсь своими делами, получается, где-то с 4.30 до 5.30 до 6. Потом полчаса я разгребаю историю, которую мне накидала за день моя личная ассистентка. Вот я заняла её второе месяце, думаю, боже, какое счастье, что она есть. А у тебя сейчас 8 сотрудников? У меня сейчас 8 сотрудников. Ну, как бы, и, ну, я сейчас говорю про личную ассистентку, которая разгребает дела, которые непосредственно очень близки ко мне. Ну, вот, как бы, да, всё, что можно, я, там, начиная от посты, например, да, в последнее время начала надиктовывать, как бы, да, она делает первую версию, ну, как бы, да, чтобы мне там ссылки не искать, структуру не строить, как бы, да, что-то она там рисует, а потом после этого я это переделаю под себя. Всё, что можно, это вообще мой принцип, даже не сейчас, ладно, сейчас у меня 8 человек, как бы, ну, вообще всегда я так делаю, я всегда всё, что можно делегирую, всегда. Я делегирую всё, я, там, не убираюсь в квартире уже, там, лет 8, наверное, ну, у меня есть домработница, а у меня есть стилист, как бы, то есть я не хожу по магазинам и не трачу на это время раз, там, в сезон. Я, как бы, занимаюсь стилистом, мы тратим на это 5 часов, она мне делает сеты, я их ещё фоткаю, чтобы, короче, потом не путать. Он говорит, и просто, вот, я прихожу, там, всё сделано, да, да. Да, 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 ну, то есть, как бы, и, в принципе, я всё так делаю, всё, что можно делегировать, всё делегируется. То есть, значит, power hour, потом PA дела? Да, потом я делаю свою задачу старательно до того, как у меня дети проснутся, ну, до 8, я хочу сделать свою задачу главную дня. То есть, я себя определяю главную задачу дня, и нужно её сделать до того, как дети проснутся, потому что потом я отвожу детей в школу, ля-ля-ля-ля, начинаются встречи, оперционка-то, дороже вообще, на свои задачи времени нет абсолютно. Ну, то есть, соответственно, где-то вот я приезжаю домой, там где-то с 8 до 9 я отвожу их в школу в сад, в 9 я уже дома, и с 9 где-то до 12, до часа я вот так непрерывно практически работаю вообще. Ну, там на батуте прыгаю временами, у меня сейчас Тони Робинс подсказал такую штуку, типа, когда ты устаешь, просто такой устаешь, попрыгал 10 раз, уже легче. Причем он стоит 5 тысяч рублей. У меня вот тут тоже качали. Он вообще реально просто невероятно понимает настроение. Устала попрыгать на ручку. Да, причем 10 раз, главное встать на него, и все. А Робинсон объясняет, в чем там фишка? Слушай, ну, это вообще у него длинная, там, теория по этому поводу, ну-ка-бы, что физиология и твое состояние, они очень-очень связаны, ну-ка-бы, да, то есть, соответственно, как только ты начинаешь двигаться. Он не говорит, там, можешь прыгать, можешь приседать, непринципиально, да? Конечно, он говорит, любая физическая активность, неважно, то есть, хочешь, иди бегай, там, да, ну, это просто очень просто, вот этот батут стоит, и ты встал на него на голову, и все, работает, для меня работает. И все, соответственно, я практически непрерывно работаю до часу, а потом начинается, там, либо бассейн, либо, блин, там, это работа техника, плава-бла, часов до 6-7, как бы я вообще занята с детьми жестко, и вечером я практически не работаю, очень редко. Круто, что получается очень много времени уделять детям, и как мама их воспитывать, там, в хорошую школу, там, например, то есть, это очень круто. Какие у тебя мечты, как вот этот бизнес, куда ты идешь, ну, то есть, какая точка Б? О, слушай, Дима разговаривала с Катей с твоей, у нас очень похожие мечты, меня тоже все время в медийность тянет, ну, как бы, да, потому что мне, на самом деле, не так важен инфобизнес, и не столько, именно поэтому я не являюсь тренером сама по себе, ну, потому что, как бы, это не является основной моей историей, которая меня интересует. Меня интересует именно контент, мне нравится делать такие же интервью, да, вот эти подкасты, для меня это самое любимое занятие у меня, вообще, в принципе, записывать подкасты. Ну, для женщины, да. Тае нужно быть телеведущей, а вот так мы телек ее не взяли, она стала делать свое шоу. Да, да, у меня была такая мечта, я хотела бы на телек, но, как бы, не то, чтобы меня не взяли, понимаешь, проблема в том, что мои внутренние установки мне не позволяют в моей возрасте идти, типа, стучаться в дверь, типа, типа, чего я, как маленькая буду стучаться в дверь, вдруг меня не возьмут, страшно. Я сделала сама для себя шоу одно, и плюс, как бы, саммит, это тоже шоу по факту, ну, то есть я, по сути, ну, как бы, сама себе организовала шоу. Очень хочу сделать ютуб-шоу, прям, вот, ну, мечта об этом уже, наверное, с полгода, как минимум, да, как бы, тоже никак не могу покостринуться в очереди, очень хочу, прямо, мне хочется сделать вилог, ну, то есть, прямо, как бы, блог каждодневный. Я сейчас говорю именно про everyday, ну, то есть, как бы, когда снимают, то, что ты, вот, на самом деле, у тебя есть это в голове, у меня тоже это в голове есть. Мы же постоянно, вот, мы с вами разговариваем что-то, это мы уже что-то обсуждаем, это можно вытаскивать, ну, на людей, кому-то будет интересно это слушать, потому что кто-то еще, ну, не дорожает. Да, главное, монтаж нормальный, да. Да, нужно три человека, я уже читала, начиталась уже, короче, говорить, нужно три человека, оператор кайфовый, да, потому что он там не просто снимает, блин, его там в лоб, он и всякие виды снимает, и машины там, и какие-то самолеты, ну, то есть, очень прикольный тоже оператор, вот, хорошо должен отрабатывать. Потом у него есть контент, человек, который занимается контентом, почему? Потому что они иногда делают накладки, он, например, там, бежит в джиме, там, на дорожке, при этом голос его с какой-нибудь, с какой-нибудь, ну, с каким-нибудь текстом, то есть, как бы, с текстом там однозначно работают еще отдельно, и он говорил, что у него еще человек, который за свет отвечает, то есть, там еще за ним ходят с этими, этими штуками ставят их, понимаешь, как бы, ну, чтобы везде хорошо получать. Ну, там, конечно, офигенское шоу, ну, такое сделать, конечно, это просто очень круто было. Интересно, на самом деле, вот с точки зрения бизнеса, вот что тебя сейчас волнует, куда ты хочешь прийти? Хочешь ли ты больше автоматизации? Интересно тебе это? Ты знаешь, ну, как обычно, есть люди разного типа, ну, как бы, как это сказать, типа характера. К сожалению, я не системный человек по характеру. Ну, понятно, ты же видишь, да, что я outgoing personality, ну, как бы, что мне надо пообщаться, поговорить, мордой посветить. Это пожалуйста, ну, как бы. А вот с системами, как бы, у меня проблемы. Я, конечно, очень хочу, ну, как бы, да. Да, но как туда сдвигаться, мне пока непонятно, честно говоря. А сколько сейчас у тебя новых подписчиков ежемесячно заходит? Какие объемы, интересно? Ну, то есть 5-7. Е-мейловые, да? Да, базу. А прирост по фейсбуку и по другим соцсетям? Та же самая история. Почему? Потому что мы, очень интересно у нас это сделано, как мы пообновляем базу? Двумя хотя бы, через подкасты. То есть у нас в подкастах всегда есть магниты. То есть там прослушаешь бла-бла, вот возьми типа, зайди сюда, можно скачать тут и все дальше нет. Послушайте, как Таиси это делает в подкастах. То есть это не 5000 это платные, не платные? Нет, ты мне сказал про прирост базы. Я просто говорю прирост имейлов. Сколько мне, ну, как бы, каждый месяц прибавляется имейлов новых? Бесплатно? Бесплатно. Я пока говорю про прирост базы. А, еще того, что просто идет вот контент крутой, да? Контент плюс саммиты тоже же имейлы, потому что саммит каждый раз делается на новую тему, он бесплатный, это тоже пылесос, понимаешь? Ну, они там пересекаются, конечно, очень много лояльной аудитории, которые саммит-саммит ходят, ну, где-то 5000 в месяц получается. Ну, это мало, на мой взгляд, надо больше. Ну, как бы, для моей комиссии. Сейчас еще раз, 5000 новых имейлов прирост бесплатно. Да. Да, что такое бесплатный? Бесплатно за счет контентной стратегии. Да, да, да. Вот я в этом. Я не знаю, нет, потому что на саммиты, я же тебе говорила, третья аудитория на саммиты регистрируется через таргетинг в том числе, то есть они платные. Ну, хорошо, ну, сколько за счет контентной стратегии прирастает? Там 2-3 тысячи, да, прирастает? Ну, давай возьмем там, если, не знаю, на саммит круглую цифру возьмем, 9 на 3 поделить, 3 тысячи, если таргетинг, ну, как бы, ну, где-то… Ну, смотри, 5000 приходят бесплатно с контента, это с подкастов и с того, что типа регистрируются на саммит бесплатно. Они начинают шерить, приглашают других друзей, это 5000 человек. В них есть немножко платных, потому что в саммите треть людей на саммит мы зовем через таргетинг. Чуть-чуть платные там есть. Ну, и, соответственно, и треть, получается, если пришло на саммит там 8000 человек, там или 9000 человек, то 3000 – это платные, а 6000 или 5000 – это бесплатные. Ну, будет половина, не меньше даже. Ну, это тоже очень круто, на самом деле. Потому что, ну, у нас такого нет. Больше даже, я думаю, даже больше. Я думаю, что где-то не половина, даже процентов 20 всего платных, потому что они там же миксуются и что-то. Ты видишь, как вот, ну, например, на Западе в Штатах, да, то, что им тяжело многим покупать подписчиков, поэтому они большинство делают ориентированную контентную стратегию. Ты же, на самом деле, монетизировать нормально начала только полгода назад или чуть больше. То есть, до этого у тебя чеки были очень низкие. Ну, да, как обычно. На самом деле, вообще тогда нужно отмаривать назад. Да, да, вот цифры. То есть, ты начала с того, что тебе не за что было елку купить. Да. А, мы не делали, да, ретроспективы. Да. Ну, ретроспектива моя была такая, что… У тебя сейчас полторушка в среднем по месяцу, полтора миллиона рублей. Скажи, давай назад отмотаем, то есть, ну, даже с самого начала начнем. Ты, у тебя твой стартап накрылся медным тазом. Да, у меня до этого был свой стартап, называется tulip.ru. Это сайт отзывов. На него подняли 50 миллионов рублей инвестиций где-то сколько, 7 лет назад. Ну, это мой проект был, я под него подняла деньги. Он накрылся медным тазом, как сказал Дима. Почему? Потому что я профукала весь маркетинг. Ну, то есть, я по факту так и не смогла. Мы сделали охуенную платформу. У нас была самая лучшая команда разработчиков. Там, блин, 18 разработчиков в команде, прикинь. Ну, то есть, как бы, у нас в пике нашего перформанса было почти 60 тысяч уников в день на сайте. Ну, то есть, как бы, там была охеренная работа с точки зрения SEO и контента сделана. Ну, как бы, за два года мы это сделали тогда. Но мы так и не научились продавать. Ничего, понимаешь, вообще. А отзывы от чего? А места. Ну, как бы, то есть, мы должны были, что, по факту, мы скопировали бизнес-модель SEO, по-моему, ты знаешь, американская история. Ну, то есть, нужно приходить, типа, к малым бизнесам и говорить им, чуваки, давай, платите нам за продвинутые профили, как бы, нас, ну, в России, посылали, как бы, куда подальше, и все. Так я не научилась там делать эту историю. И вот, получается, как бы, что, ну, я такая сижу у этого медного таза и думаю, блин, ну, это же, как бы, жопа вообще, я сделала все, но так и не научилась продавать. И, по сути, веб-сарафан родился из моей собственной боли. Я просто начала интервьюировать людей. Ну, то есть, как бы, я открыла блог, веб-сарафан, был просто блог, веб-сарафан.ру, первые три статьи там написала сама. Ну, как бы, потом я поняла, что я вообще не писатель, а говоритель. Ну, как бы, писать для меня, как бы, сложно. И я в Фейсбуке хорошо пишу короткими форматами, но, как бы, статьи – это не для меня. И следующим шагом я начала делать интервью, и из интервью делать статьи. То есть, брали интервью экспертов, ну, как бы, ход-хот, что-то по телефону буквально, потом расшифровывали, делали статьи. Потом, как бы, до меня дошло, что, блин, а нахера, я просто тогда буду брать интервью. Ну, как бы, так начали делать, так начали, так, так родились подкасты. И вот через это, то есть, начал появляться… Как давно первый подкаст появился? Вот подкастам, кстати, меньше, ну, лет, естественно, чем самому блогу, года полтора. Ну, сколько у нас? Семьдесят первый выпуск, по-моему. Вот мы их каждую неделю делаем, мы ни разу не пропустились за полтора года. Получается, ну, соответственно, с Трофаном два года. Да, да. То есть, за два года вы доросли до полутора миллионов. Ну, да. На самом деле, примерно так, может, два года и два месяца, там, еще, ну, вот, как бы, потому что, поначалу, когда я делала, я его делала часы для себя, чтобы разобраться в маркетинге. Я про мотивацию вообще не думала. Ну, то есть, как бы, мне это было, как бы, ну, там, мой предыдущий бизнес тюльп, там, еще что-то тел, он оплачивал редактора, ну, как бы, на веб-старафан, и больше я ничего не делала. То есть, я, как бы, по сути, делала статьи, сама тусила с людьми, брала у них, потому что пыталась понять, как бы, как это работает, и все. Потом с той компанией случилась жопа, как бы, она вообще умерла, плюс у меня бросил мой бывший, как бы, и у меня вообще вдруг не стало денег, ну, как бы, да. И вот Дима, то есть, рассказывает про пост, который, короче, ну, я уже потом этот пост нашла постфактум, когда уже было не страшно. Но была у меня такая история, когда позапрошлый Новый год я не могла купить детям елку за 700 рублей. Реально, не могла. Ну, потому что, как бы, веб-старафан только жрет на этом этапе деньги. Позапрошлый какой? В 2015. Ага. То есть, как бы, ну, веб-старафан такой, есть деньги, как бы, там, поддержки нет никакого, у меня двое детей, как бы, нам нечего было есть реально. И тогда случился инсайт, как обычно, я всегда говорю, когда у вас проблемы, надо искать менторов. Я разговаривала с Петром Пономаревым, ну, вы знаете, чувак, который начал делать первый email-маркетинг в России. И он мне такой, что-то ля-ля-ля, там, про эти подписки, там, ды-ды-ды, такой, типа, и что-то я, короче, стремаюсь, типа, заказывать себе топ. У меня просто реально нет бабла. Я не могу себе заказать в кафешке, как бы, пирожные. Он говорит, у тебя чуть-чуть денег нет? Я говорю, нет. Он говорит, ты что, типа, больная? Ты, блядь, совсем идиотка. У тебя двадцать тысяч человек в подписке, ну, в базе. И у тебя нет денег? Я говорю, нету. Он говорит, ты чего, типа, сел, нарисовал мне, короче говоря, ну, типа, цепочку, там, из четырех писем. Ну, как бы, мы запустили ее на следующий день. И через день у меня было восемьдесят тысяч рублей насчитал. И вот тогда-то я поняла вообще, что такое инфобизнес, и что в нем есть деньги. А ты не приходила никого, ни у кого обучение? Нет, вообще ничего не приходила. Ну, как, я постоянно слушаю американцев. То есть, я очень сильно настроена на американский рынок. Потому что, ну, у меня вообще… А кого американцы слушают? Ну, из инфобизнеса мне очень нравится Эмми Потрофит. Я не знаю, может быть, ты ее слушаешь. Вообще просто мне очень нравится ее подкаст. Точнее, единственный подкаст, который я уже на последние двух лет практически каждый раз слушаю. А это именно про инфомаркетинг? Да, она рассказывает про то, как делать курсы, как делать ланчи правильные. Ну, то есть, правда… Кто-то из новых, да, наверное, каких-то? Нет, она не новая. Она, кстати, с Тони Робинсом работала. У него была в команде маркетинга. Ну, так, одна интереса. А-а-а. Тогда я, кажется, понял. Короче, она очень клевая. То, что она рассказывает в подкастах – это очень классно. Сейчас я стала слушать вот этот вот подкаст, который Райана Дейса, как он называется. Забыл. Это что? Да. Ну, подкаст как-то по-другому называется. Короче, вот их подкаст, ну, то есть, Тони Робинсом, там в основном про селл-девелопмент. Ну, то есть, как бы, я слушаю очень много. Ну, я была на Social Media Success Summit, это Майкл Стелснер, я была у него прямо на конференции тоже живую. Знаешь? Если ты объявишь живой вебинар, сколько человек придет на тебя? Тысячу, полторы. Я объявляю времена. Ну, вот мы зимой… Предприниматели? Делали распродажу моего курса по целеполаганию. Было тысячу и полтора человек. Ты был предпринимателем? Слушай, это очень больной вопрос, потому что я затрахалась со своей командой определять, кто же есть моя целевая аудитория. Ну, это вечный вопрос, как бы, да. Потому что, как бы, сейчас мы пришли к выводу, что люди, которые приходят на веб-сарафан, ну, веб-сарафан наполнен моей энергией вдохновения. Ну, то есть, как бы, что я умею делать, это сейчас уже я так вырисовала, что у меня получается сдвигать людей с места вдохновлять. Соответственно, ко мне приходят люди, которые уже сформированы, которые чего-то где-то в другом месте достигли, но им хочется поменять, и они мечтают о своем бизнесе. Вот это моя аудитория по большей части. То есть, как бы, они еще, у них нету большого бизнеса, нету миллионов, они либо вообще только начали, либо у них там 200-300 тысяч доходов. Вот, как бы, вот эти люди со мной общаются. Ну, потому что, как бы, они там боятся продавать, знаешь, вот эти вот все заскоки наши там от наших родителей про то, что продавать это плохо, ну, как бы, они все очень начитаны и, как бы, и просмотрели миллион курсов, но, блин, сдвинуться вот с места, как бы, им нужна моя энергия, ну, и энергия сарафана, чтобы это сделать. Я два года назад, ну, как бы, стремалась продавать, понимаешь? То есть, я по факту до своего курса доросла только вот сейчас. Я же говорю, я только готова сейчас запускать, потому что до этого мне все казалось, что, там, я не знаю, или, блин, я недостойна, или во мне недостаточно было знаний. Вообще, ну, то есть, как бы, я с той же самой проблемой, что моя аудитория, понимаешь? Это вот сейчас я уже начала прокачиваться, как бы, я понимаю, что можно делать свой курс. И именно поэтому веб-старафан никогда не продавал наши продукты. Мы все сами, ты все остальное, как бы, ну, я вытаскивала других людей, говорила, они клевые, давайте учиться у них. Ну, потому что я, по сути, тоже у них вместе училась. Ага. Ну, как бы, и вот сейчас думаю, что да, надо мне сделать что-то. Какая себе стоит интервью? Ну, я не знаю, давай посчитаем полностью. Фултайм редактор у меня занимается, ну, то есть, как бы, там, не знаю, даже не редактор, а копирайтер, можно сказать, наверное, этого уровня. Тридцатка, как минимум, в месяц. Угу. Да, плюс есть чувак, который пишет джинглы. Короче, каждый джингл стоит от 50 до 100 баксов на каждый джингл. Это, короче, под такие музыкальные вставочки. Там музыкальная вставочка, вся музыкальная вставочка. Где-нибудь там кто-нибудь плачет, у меня были люди, когда плакали на подкастах, или там он вставляет какую-нибудь музычку. Вот. Он стоит от 50 до 100 долларов, в зависимости от, за подкаст, ну, то есть, как бы, в зависимости от того, как бы, ну, много у него врезок этих или нет. Плюс еще оператор, ну, в смысле, монтажер, который будет склеивать эти кусочки, короче говоря. Сколько он нам стоит-то? Двадцатку или тридцатку в месяц? Тоже, короче, полтайма. Ну, около сотни, наверное, в месяц выходят, но 25 тысяч получат. 20-25 тысяч один подкаст. Ну, нормально. Ну, и плюс еще, если там, не знаю, сколько считать мое время стоит. Ну, я последнее время, правда, вообще, как бы, ну, поначалу я сама искала спикеров, сама с ними договорилась. Сейчас я вообще ничего не делаю. Просто прихожу, как бы, за 15 минут интервью мне выдают там, ну, как бы, про что можно, где можно покопать. Я, как бы, прочитываю все. А сколько тяжело со спикером связаться? Интересно. Ну, на этапе, когда у тебя подкаст первой пятерки топ-5 бизнес iTunes, несложно. Ну, никакой проблем. То есть, ты, как бы, говоришь, чувак, как бы, ну, там, 10 тысяч прослушиваний в среднем одного эпизода. Ну, как бы, да, типа, мы там в топ-5 пятерки iTunes, как бы, практически все соглашаются сейчас. Ну, там, не знаю, с Угендапасом, например, брали интервью. Ну, как бы, да, там… Тяжело ли было сначала, чтобы люди соглашались на интервью? Слушай, когда мне задают этот вопрос, я всегда задаю ответный вопрос, как бы, да. Ну, а почему нужно сразу метиться, там, не знаю, в Игоря Мана? Ну, как бы, ну, если бы вы только начали, возьмите человека, который находится на расстоянии вашей протянутой руки. Сто пудово у вас есть люди, которые, вот вы знаете, типа, ну, просто потому что вы в этой сфере работаете. Вы все равно и сами еще не на уровне профессионализма Игоря Мана. Нахер туда соваться, понимаешь? То есть, ты просто идешь к людям, которые у тебя в фейсбуке есть, и спрашиваешь. Они все соглашаются. Как бы, всем прикольно, когда их спрашивают про них. Это очень приятно про себя рассказывать. Ну, то есть, как бы, просто спокойно идешь к тем людям, которые есть у тебя в уровне доступа. Если есть какие-то звезды, которых ты прямо очень хочешь перетащить, ну, это просто, как бы, консистентно долбишь. Я даже отрабатываю это с Мариной, как бы, то есть, ты пишешь, он тебе отказывается. Когда можно вернуться? Он говорит, через 3 месяца. Через 3 месяца ты ему опять пишешь, как бы, говоришь, типа, когда можно вернуться? Он говорит, еще через 3 месяца. Ну, вот Гандапаса мы так 7 или 8 раз у нас отправляли, короче, наверное, на 9-ый согласился. Молодцы. Отточивая. Вот пример, да. Причем, короче говоря, это один из самых худших подкастов у нас на Сарафане с Гандапасом. Несмотря на то, что, как бы, такой раскрученный спикер, и так долго мы его высиживали на Кубе, но вообще стрёмный подкаст еще. Не надо его слушать. Угу. Значит, начало с того, что не было денег на елку. На еду. Сейчас полтора ляма с маржинальностью. Что-то здесь это, а? С маржинальностью. Где-то мы его пускаем. Сосалось. Где на пылесосе? Все сразу такие пишут, точно там. Но сосало. У тебя же пылесос работает, он сосет. Правильно? Пылесос, это контент на пылесос. Рассказывай, как он сосет. И как он, его же мощность увеличивается, получается. Он сразу до полутора скаканул или постепенно? Слушайте, у нас, как бы, основная, на мой взгляд, основная история у себя, потому что нужно на все смотреть в long term. Ну, как бы, да, то есть, например, как, почему в группе 60 тысяч человек, да, как бы, и как обычно бывает у людей. Начинает кто-нибудь делать свою группу, а она там до пяти доходит, все нормально, а потом, короче, у них куча заказов на них скидывается, а они перестают заниматься этой группой. Ну, как бы, да. Как сделать так, чтобы она дальше развивалась? Мы, короче, специально сделали какую историю. У нас саммит и пылесосы, как бы, на саммит приходят 10 тысяч человек, а чат к саммиту мы делаем в группе, понимаешь? То есть, как бы, каждый раз идет подкачка, каждый месяц идет новая подкачка этих людей, они там разговаривают, там, блин, под каждым постом саммитным тысяча-полторы тысячи комментариев, ну, как бы, то есть, все видят эту активность. То есть, как бы, просто ты постоянно думаешь, как мне сделать так, чтобы я начала эту активность, и она не сдохла завтра. Ну, то есть, как бы, да, по факту, группа зачем нужна? Ну, так-то, как бы, ну, нужна, типа, и нужна, но она уйдет, если ты дальше ее не будешь подкачивать. И у нас все-все-все-все ресурсы, они друг к другу перевязаны. Ну, как бы, и так, по сути, вот, то есть, там, в рассылке мы пиарим подкаст, в подкасте мы пиарим рассылку, в подкасте мы, там, пиарим свои собственные магниты и блог, все, короче, друг к другу перемешано, и все. Я даже не могу сказать, где этот курсик, где этот яйцо, когда меня спрашивают, что оно все друг на друга работает. Так все-таки ты опять упустила момент. Какой? Продюбка? Каким? Каким? Сейчас Алис Шерусманов сказал, ребята, все деньги чисто, честно заработаны. Мы не покупали привартизацию. Вот привартизация в 1992 году, а мы в 2004 купили первый актив за 1,5 миллиарда долларов. Собрались с друзьями, полмиллиарда долларов, миллиард одолжили у банка, взяли кредит и купили актив. Вот ты сейчас похожа такая, ну, бля, елочку не было за что купить, а сейчас у меня 1,5 миллиона. Ну, маржинальность, конечно, хреновенькая, 30%, ну, а от 30% от 1,5 миллионов, это, ну, как бы, получается полмиллиона. Что я должна сказать-то? Ну, я же вам рассказала процесс. Рассказала, да. Соответственно, а, ну, ты потом вот рассказала, что у тебя получилось, елочки не было, потом ты поговорила с Пармарем. Говорила с Пармарем. Для меня был инсайт в том, что через рассылку можно продавать. Но мне было, вот я реально просто сидела из сала по поводу того, что я сейчас отправлю предыдущую рассылку, и мне все нахер послют. Ну, вот, как бы, у меня была такая проблема жесткая. Я боялась продавать через рассылку. Потом мы начали продавать, и я поняла, блин, рассылка это охеренный канал для продаж, что там все продается вообще. А что первое продавало? Какой-то из саммитов, ну, то есть, как бы, через свою же рассылку, как бы, да. А то есть, ты уже делала саммиты? Да, я с сентября начала где-то делать саммиты. Ну, саммиты мы тоже сначала делали просто бесплатными, понимаешь, идея была, мы просто их делали бесплатно. Знаешь, столько ресурсов вкладывать, как бы, потом как родилась идея с тем, чтобы продавать записи? Знаешь, 80 тысяч рублей, и ты, примерно, там, 100 человек купила, там, по 80 рублей, по 800 рублей, ну, типа того, да? Да, мы по 500 вообще продали. По 500 рублей сначала. Да, да. Эти записи. И то мы начали продавать то, что стали просить записи, как бы, всем отправлять, задолбаешься. Хоть хочешь, чтобы как-то купить эту историю. Хотя бы, чтобы моей лучшей бы купилась. Да, да, да. Ага. Потом следующий подкаст, вы уже такие, о, прикольно, 80 заработали, теперь давай заработаем 200, типа, или так. Ты знаешь, как бы, я очень долгое время, пока у меня не появилась такая полноценная команда, когда у меня не появился, вот, когда появляется в команде операционный директор, который приходит к тебе каждой неделе и говорит, да, сука, что мне делать в следующем месяце? Вот тогда ты начинаешь масштабно мыслить и ставить его задачи. Ну, ты где-то полгода вот так и болталась. Вот так и болталась. 80 тысяч рублей, на нем хватает. Я болталась в том смысле, что, как бы, у меня не было конкретных планов, я хочу такого-то увеличения базы, к такому-то времени за счет таких-то ресурсов. Это сейчас у нас уже есть контент-план, промо-план, бл-бл-бл. Поначалу все такого не было, просто органично получалось. Органично получилось в следующий раз, там, начинали мы на саммит с 1000 человек, потом 2000 человек получилось, потом 3000 человек, ну, то есть, как бы, у нас увеличивается база, мы на эту же базу в следующий раз, большему количеству людей. Ну, типа, 3000 человек уже по 500 рублей. Да, ну, и вот это был просто чисто, как бы, да, вот именно такой рост сам по себе. Мы, я и говорю, мы даже платные каналы начали подключаться абсолютно совершенно недавно, все было на органике. Ну, и, естественно, у меня еще есть личный профиль, это тоже нужно считать. Очень хороший, развитый личный профиль, на который я конкретно работаю. Ну, как бы. И первые продукты, и группу я начинала развивать через личный профиль. Ну, я сейчас, в принципе, это очень часто делаю. Вот. Давай так, вот 80 тысяч рублей первое, а потом у тебя как? Примерно. Вот мне интересно, он это сделает или нет, я сама ни разу не делала. Типа, вспомните столько? Ну, да. Где насосало? Да, да, да. Девайся, накапывается, накапывается, накапывается. Ну, мне интересно рост. Тебе уже дали три этих подсказки, что не надо. Сам, сам докопается. Сам докопается. Не надо везти туда, не надо это. Ну, не сразу же полтора, да? Ну, конечно, не сразу же полтора. Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда у нас произошел рывок. Ну, смотри, ты прямо сама сказала, да? И система появилась, когда появились сотрудники. Вот тут тоже интересно. Смотри, начался рывок тогда, когда вот первый раз мы поняли, что можно продавать через рассылку. И начался рывок, когда мы начали менеджить и как бы относиться к рассылке как к продающему инструменту. То есть, когда мы начали делать пять продающих писем до, пять, сколько продающих писем. После, короче, перестали бояться этого. Начали делать нормальные истории во всех этих писемах. И вот следующий рывок был, когда мы начали, например, там, не знаю, послушать какую-нибудь конференцию, притащить что-нибудь оттуда. Потом мы поняли, что нужно цены повышать жестко. Причем, как бы, там, в двенадцать, если ты говоришь, что она повысится, да, то там в час кто-нибудь приходит, говорит, дайте мне по вчерашней цене. Ты говоришь, иди нахер. Потом, короче говоря, еще был очень прикольный рывок. Просто рассказываю, как бы, последовательно. Когда, например, мы решили, что мы после того, как саммит закончится, мы продавать записи не будем. То есть, мы где-то три или четыре месяца вообще не продавали записи потом. То есть, был эффект scarcity, так называемый. Ну, как бы, да, когда, блин, ну, а почему? Нет, нельзя, не купишь. Потому что, как бы, нам было мало ресурсов и желания потом все это там оформлять, короче, и выкладывать. Да, как бы. Потом мы все-таки стали выкладывать эти записи. Но тогда для нас это была такая цена невероятная. Нам казалось, что за нее никто ничего не купит. А мы сделали цену после за 7500. И на сравнении все равно, как бы, ну, люди покупали сейчас. В прошлый раз мы сделали первый раз под саммит платным. Первый саммит был в прошлом месяце платным. Он у нас вообще ни хера не продавался. Вообще ни хера не продавался. У нас вообще не было регистрации, короче. Он весь платный был? Весь платный. Первый раз мы его сделали полностью платным. Ну, как бы, ну, у меня родилась такая история, что я хочу людей в клуб. Мне нужны не нищеброды, как их называют. Верковская. Поэтому, нахер, мне 10 тысяч бесплатников. Я хочу себе тысячи платников. Ну, как бы. И вот мы сделали, типа, этот первый саммит. У меня, как бы, есть Оля. Она операционный директор. У нее такая работа. Она паникует. Ну, то есть, конечно, не получается. Она приходит и говорит, та, вот цифру, короче. Говорит, все, мы не вывозим, блин. У нас будет ноль. Вообще ни хера не заработаем. Все, блин. Доложитесь умирать. Ну, и вот она пришла ко мне в субботу. А саммит был, ну, там, через неделю, получается. Через 8 дней в понедельник. Значит, то есть, осталась ровная неделя для начала ивента. Как бы, да. Она мне говорит, вот такие цифры. У нас ничего не получается. Я, короче, посидела там. Просто услышала подкаст вот как раз Раяна Десса, где они рассказывают про марафоны. Знаешь, что такое марафон сейчас? Когда делаются подряд лайфы какие-то. Ну, там, как бы. И я в воскресенье в 10 часов вечера договорилась с Павлом Бесхитровым. Мы сделали марафон по тому, как привлекать, там, как привлечь первые 20 клиентов в Facebook. Просто. Вот так у нас делается на вебсерафане истории. То есть, ну, как бы, блин, что делать? Надо что-то придумать. Ну, короче, придумали. Мы договорились. И в понедельник уже запустили эти лайфы. То есть, там было 5 лайфов. Мы сделали промо по рассылке. То есть, у меня девки сидели, ну, как бы, в ночь в воскресенье на понедельник, блин, верстали рассылку. Потому что в понедельник в страну было отправить, значит, у нас не было бы аудитории. Ну, и, как бы, мы выкатили и вылезли, и набрали свою аудиторию, как бы, да. Ну, вот. Я не знаю. Может быть, есть какие-то инфобизнесы, которые по-другому работают? Ну, у которых все системно и понятно, как бы, да. Валентин, ну, у нас в Афри Побисте вот уже сейчас полгода мы на одних и тех же курсах мы понимаем, что у нас какие показатели. Ну, мы на саммите вы тоже на этом бесплатном все понимаем. Ну, а когда что-нибудь новое внедряешь, неизбежное, ну, то есть, вот вы сейчас новое внедрили, оп, полетело. И то же самое мы там начали Tripwire пробовать, там вроде, ну, как бы, а результат же непонятен. Одно дело, ты на вебинарах сразу понимаешь, после вебинара, да, или нет. Ну, да, да. Мы в Tripwire включили, там, летгенем, там, 7 тысяч человек на летгене, 10 тысяч человек на летгене, а покупают, как так, думаю, потом, как всегда, купят, потом, хопа, и тебе не купили. То есть, вы платные делали трафик на Tripwire? На Tripwire, да. А ты рассчитывал, какая она у тебя купится потом или нет, ну, за счет продажи дальнейшего выпуска, ты понимаешь, как они у тебя дальше на попрестировать? Ну, опять же, понимаешь, как мы привыкли, что у нас трое-рое 300% тоже на вебинаре было. А Tripwire, действительно, вот, как у многих, оно, как бы, во-первых, я реально думал, он подогревать будет, а там, сука, охлаждает. Ну, как бы, ты пробовал, например, там, ну, знаешь, как там, типа, мы сначала летгенем, там, на бесплатные уроки, три бесплатных урока смотришь, меньше, меньше, меньше смотрят, потом уже открываемость 20%, думаешь, блядь, кто из них вообще, что-нибудь, уже даешь там на Tripwire, они там еще меньше. Перекормили бесплатный контент. И, в результате, мы посчитали, там, ну, тех же 120. А вот, ну, весь рынок, ну, те, кто работает на Tripwire, они вот и работают на этих 120%, и только потом, потом что-нибудь окупается. Ну, у нас была похожая история, мы, значит, где-то с полгода назад, и когда работала с Ольгой Юрковской, я не знаю, знаю, что или нет, как бы, ну, несмотря на ее репутацию, она, как бы, на мой взгляд, ну, там, входит в десятку, блин, инфобизнесменов Рунет, которые спокойно зарабатывают, ну, там, 3-4 миллиона в месяц, ну, как бы, вот она их делает, она там чеки публикует и все такое, как бы, и она рассказывает, что она получает из этих 3-4 миллионов миллион-полтора на автоворонках, ну, то есть, как бы, это вот они сами, блядь, сука, продают мечтах, короче, когда они сами продаются, как бы, приносят ей деньги. Она, значит, нам рассказала, как это сделать, мы запустили одну цепочку, ну, то есть, как у нас, там, подкаст, например, не знаю, там, про Инстаграм, магнит про Инстаграм и дальше три письма продающих сами-то про Инстаграм. Мы, короче, запустили, посмотрели, там было продаж что-то, 2,5, что ли, процента, но с точки зрения, как бы, общих там денег, это какая-то вообще хуйня. Мы, короче, решили, да ну нафиг, что мы будем делать? Короче, столько, блин, вкладывать, это же надо писать эти письма, настраивать эту воронку, баллы бросили. Разговариваю с Ирковской, она говорит, да вы что, офигели, короче, 3 процента, мне бы, типа, ваши 3 процента. Ну, и, как бы, такая, говорит, блин, нормальная цифра на рынке автоматических воронок 1 процент. А подписчиков платит? Я сейчас не говорю про то, кто платит, нет, я говорю про цепочку конвертации с автоматической цепочки, понимаешь, то есть, как бы, если ты 100 человек запустил, один купил из этих 100 с автоматической цепочки, это считается нормально. Ну, у нас 3. Ну, вот, у нас тоже было 3, но мы таки решили, фу, блин, что такое 3 человека, вообще какая-то херсть. Ну, с автовебинара, нет? У вас с автовебинар? Нет, с автовебинар другой. Ну, мы, у нее это запускается на контент. А какая разница, слушайте, как говорят, контент там, и здесь. Большая. На автовебинаре там человек сидит, он тебя слушает, он понимает, что, блин, он… Нет, с точки зрения ресурсов твоих, бо фигу. Что ты запустил автовебинар, потом цепочку запустил, что-то сделать, там, подкаст, что-то сделать, сточил. По конверсии большая разница. То есть, вот, если ты запустил что-то такое, что потом, но потом можно отложить, и здесь сейчас не нужно принимать решение. Ну, да. Ну, вот, в том режиме, как ты работаешь, я бы просто, наверное, не выдержал. Просто у нас, вот, как раз таки, мы все автоматизировали по максимуму. У нас Дима сейчас ничего не проводит. И вообще никто ничего не проводит. Все автовебинарное. Ну… И даже обучение идет автовебинарное. Ну, я тоже свои автовебинары не провожу, я только веду. Да, то есть, это вот, ну, круто, что у тебя столько энергии, то есть, это… Упреды закончатся, да. Ну, вот, как бы, и, соответственно, оказалось, это про то, что ты никогда не знаешь, что такое новый продукт и почему нужны менеджеры. В общем, у тебя просто не было таких скачков, вот, например, как у нас было. Ну, мы сначала зарабатывали там 150-250, иногда там 400 поднимались, потом миллион 280 сделали. Да, такого скачка он сделал. И потом, типа, там откатили снова там, типа 600-800-6800, потом снова там миллион 280-2500. Сейчас, типа, там, то же самое на те же цифры, что у тебя. Уже полчаса прошло? Да, прошло. Ну, сейчас уже. Может, отключить с аппетикой. Ну, вот это я так работаю. Уже полчаса, да. Что я должна, что я должна отключить. Я тоже хочу это. Да, возьми. А, ты хочешь просто ковыряться по моему сайте? Да. А, ты хочешь просто ковыряться по моему сайте? Да. Держи. Давай подытожим просто. Мы, смотри, мы вот про такую модель, про которую ты идешь, мы говорим, что это модель агрегатора. То есть, человек, по сути, агрегирует аудиторию и использует разные спикеры. То есть, это не модель продюсерская, как, например, я беру одного эксперта и с ним запаковываю продукт. Или есть экспертная, когда я эксперт. А ты делаешь, как бы, направление выбираешь, и говоришь, вот это, ну, я выберу вот эту аудиторию, я для этой аудитории буду делать контент с другими экспертами. Хорошо, ладно, давай. Да, то есть, ты берешь аудиторию, берешь там экспертов, у которых есть контент, и становишься таким, как неким связующим звеном для этой аудитории. Да, да, да. И, в том числе, продаешь этой аудитории контент и эксперт. То есть, получается, что агрегатор – это, типа, как бы, гарант, но того, что, как бы, тот спикер, которого я притащу, он, типа, нормальный. Ну, как бы, вот так. Ну, в том числе и плюс твоя харизма, к которой люди привыкают, как ты обрабатываешь эту информацию, там, убираешь лишнее, да, то есть, ну… Ну, да, так и есть. Да, это прикольно. И как ты видишь себя через год? Хочу сделать свой вилок, как бы, да, и сделать свои программы. Ну, то есть, вот я доросла уже до толковой, до такой степени, что я, ну, понимаю, что я могу уже чему-то обучать, и, как бы, ну, и что во мне много всего того, чего я хочу отдать сама. Твоя цель на полгода и на год? Я хочу в октябре сделать трешку. Ну, вот такая у меня стоит цель. Ну, то есть, она там уже стоит. Но, как бы, из этой трешки, как бы, миллион хотя бы точно, как минимум, а то и полтора я хочу сделать на клубе сейчас. Ну, то есть, как бы, мне хочется, чтобы это был регурентный доход, который кормит мою команду и поддерживает мои штаны. То есть, если я не делаю саммит, или я не делаю курс, или что угодно, как бы, то эти деньги есть, они, как бы, кормят мою команду, и я вообще не… А какой контент ты даешь в клубе, вот, когда ты вебинар проводишь? Когда я провожу вебинар, то есть, там два типа вебинара. Первый – это установочная сессия, это называется, когда я провожу что-то типа мастер-майнда, только, там, на 30 человек. Ты их разбираешь? Мы ставим с ним цели, я им говорю, какие, как они могут быть поставлены, что их нужно разбить, ну, как бы, да. И мы там на нескольких примерах в группе разбираем. То есть, это групповой вебинар. Вот, соответственно… То есть, ты кого-то выводишь, там, в онлайн? Я их всех вывожу в онлайн, они все говорят. У зума есть такая функция. Функция, когда их всех нужно… А, я не раздавна, это у тебя где-то такая… Их там просто куча, а вот там, просто куча-куча-куча. Я не включил, но мне несколько раз показалось, потому что прикольно. Ну, меня прикалывает это вообще, я очень люблю, когда ты можешь с ними общаться. Они все говорят, они так фигеют, когда видят эту толпу народа, короче, и говорят. Ну, это просто есть у этого эффект определенный. А ты их включаешь, кому говорить? А там можно, как хочешь сделать. Зайника, давай я закончу сейчас уже, почти. Уже буквально пять минут осталось, ладно, все? Да, даже меньше. Ладно, закончу, сейчас к тебе вернусь, ладно? Ну, уже стой тут. Ну, иди ко мне на коленке, давай я закончу вставать. Можно? Конечно. Ну, вот так, смотри, видишь, вон там на камере что-то… О, ну так и раздается… И еще один, раздается все звезды, и все идеи вообще на сарафане. А, что я рассказывала-то, господи, Клаша, чего ты меня сбила? Точка B, точка C. А. Полгода и год? Да, точка B, через полгода, в октябре я хочу три миллиона. Ну, как бы, да, вот и себе миллион, вот моя история. Ну, треть, как бы, пока так получается. Ну, и потом пять, в следующем смысле. Пока так. В этих рамках я мысляю. Круто. Спасибо, очень интересное интервью. Пока-пока. Без пожеланий хочется пожелать, действительно, сделать крутой, может быть, и больше работать. Ну, это же не обязательно. Если от этого идет радость, и кайф, и удовольствие, и энергия, и ты даешь еще и пользу от этого, и есть перспектива дать пользу большому количеству людей, то это будет неправильно не масштабировать свой талант, да, тоже. Поэтому, ну, хочется, наверное, пожелать просто, чтобы все получилось в реализации этого таланта, чтобы получались крутые интервью, чтобы получалось много аудитории, и чтобы получился интересный продукт, который бы не тратил много жизненных сил. Хочется пожелать, чтобы через полгода мы встретились и рассказали, как сделала трешку. Да, 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 да. А еще через полгода пятерку. Да? Да, да. И уже с 50% маржинальностью. Да, да, да. Ну, я, кстати говоря, купила же бизнес-мастер тренинг Тони Роббинса и в августе поеду. Вот, просто очень хочу. Думаю, что будет какой-то, ну, как бы, будет прыжок какой-то после этого. Все, пока-пока. Пока.